Еще одно практически ЧП. В Троицкопечерский подрядчик, выполнявший капремонт школы, поставил под угрозу начало учебного процесса. Из-за вскрытия кровли до критического уровня на две трети внутренние помещения здания оказались уязвимы для дождей. Все протечки фиксирует руководство учреждения, отмечая, что работника в данном случае определили конкурсные процедуры по федеральному закону. Крышу нельзя было вскрывать по договору больше, чем на 50 квадратов, то есть выполнять все процедуры порционно, частями. И вот вождь тогда, да, это все протекает на третий, и уже теперь второй частично этажи. И самое главное, что подрядчик вошел в конфронтацию с представителем нашим строительный контроль. Получается, что им, когда указываются недостатки, они их не своевременно устраняют, из-за чего происходит задержка работ. Потому что мы не можем подписывать акты скрытых работ, если работы выполнены некачественно. Кроме того, у них поздно завезен был поздно стил, почему вот это вот все и происходит. Они начинают обвинять меня и представителя строительного контроля, потому что якобы они считают, что мы тормозим их работу, но мы-то хотим, чтобы работы выполнены, были качественные, и они должны были эти открытые участки накрывать пленкой. Этого тоже не произошло, идет какой-то подлог постоянный. Сама школа не маленькая для райцентра на 580 учащихся. По договору работы должны быть выполнены до 1 сентября. Но у руководства школы есть на этот счет опасения. Министерство образования уже проинформировано о складывающейся ситуации. Мы ожидаем официальный комментарий на эту тему.